В составе этой команды играют лучший нападающий и самый ценный игрок. Эти лавры достались юным футболистам по итогам турнира «Мечи прилетели», проходившим в Анапе. Награды это индивидуальные, а если говорить о командном результате воспитанника футбольной школы «Братьев Бакаевых», то с первых в своей спортивной карьере соревнований наши кудесники «Меча» привезли серебряные медали. Это наш был первый выезд, вообще первый турнир, на котором мы участвовали. В связи с этой пандемией хотели выехать раньше на турниры, но не позволяла ситуация, которая у нас и в стране, и вообще в мире, которая была. На турнире наша команда провела пять встреч, три игры в группе, полуфинал и битва за золото соревнований. В одной второй на пути у нашей футбольной дружины появился победитель этого первенства двух последних лет, считавшийся фаворитом нынешнего турнира. Сверстники из Череповца нашими ребятами были обыграны с явным игровым преимуществом. Вышли в полуфинал с первого места, где играли из команды, которая заняла второе место в другой группе. Это был, да, Череповец, тоже очень крепкая команда, которая два года подряд до этого выигрывала этот турнир. С ними, да, была такая тяжелая упорная борьба, где мы выиграли 1-0, правда, конечно, имели преимущество и по игре, и моменты много создали. Левый центральный защитник нашей команды Хамзат Аушев сыграл на турнире во всех пяти матчах. Качественная игра, в том числе и в его исполнении, ярко выражается в разнице пропущенных мячей. За первые четыре игры футболисты школы братьев Бакаевых пропустили всего лишь один мяч. Вроде бы сыграли нормально, могли лучше, если полностью выложили себе. Так, мне кажется, хорошее достижение для первого турнира. Ну, не страховали друг друга, не смотрели вперед, потом не открывались друг другу, не помогали. Если за четыре игры пропустили всего один гол, то в финале в два раза больше. Но не могут не радовать 12 мячей, забитых нашими игроками на протяжении всего турнира. Однако тренер Тимур Зангиев считает, что команда не сыграла на максимум своих возможностей. Отсутствие опыта и волнения наложили не лучший отпечаток. Сочувствовалась нерозность детей, ребят наших. Это первый турнир. Видно было, что дети нервничают, переживают. И где-то сыграли в общем, сыграли, конечно, ниже своих возможностей. Но не все зависело от игроков ингурской команды. Часто в футболе возникают спорные ситуации, которые удается рассудить только с помощью современных технологий. Наши футболисты столкнулись с несправедливостью, разрешить которую не в силах даже видеоассистенты. Огромная разница была, если нас забили гол с центра поля, ударом с центра поля. Нашему мальчику нужно два раза, три раза бить, чтобы добить оттуда вообще. До ворот три раза надо пробить. Поэтому, конечно, была видна разница и возрасте. Но мы на это не обращали никакого внимания. Играли с теми, против кого нам выпал жребень. После такого яркого выступления юные футболисты школы братьев Бакаевых во главе с Тимуром Зангиевым заявили о себе довольно громко. И совсем неудивительно, что они получили приглашение на новый турнир, который пройдет уже летом. Ислам Дударов, Рамазан Ахильгов, Дени Тимурзиев, Вести Ингушетия.